здорово а значит смотри сегодня мы продолжим играть в бродоту будем играть на первом сервере где принципе у нас идут все наши достижения все наши прогрессы я буду играть в соло на четвертом уровне проходить для вас 3 у нас уже был без всяких дополнений и прочего и также в данном видео я вам покажу нового героя и сейчас за него расскажу и будет небольшой мини гайд по игре так сказать для новичков если что в текстовом варианте этот гайд уже есть в телеграм-канале по ссылочке под видео так что может залететь почитать вот но всем остальным приятного просмотра усаживайтесь поудобнее и погнали вино с каждым годом хорошеет но вот battle pass в доте с каждым годом все хуже и хуже уже и не помню когда battle pass реально стоил своих денег но не стоит отчаиваться ведь у меня есть специальная ссылка в описании переходи по которой получаешь battle pass helper от эпиков бесплатно они за 300 рублей и сверху этого каждые 15 уровней получи гарантированную аркану но если хочешь сорвать джекпо то на 60 уровне тебя ждет стопроцентный дека хук и плечи на эсэфа ну и пока кунка щедрый новый временный режим охоты за сокровищами абсолютно бесплатен все что нужно это помочь кунки добраться до сокровищ и он с тобой обязательно поделится крутыми шмотками эпики очень постарались в этом осеннем обновлении они добавили аж целых девятнадцать новых кейсов открывая которые вы мало того что получаете топовые шмотки но еще очки для ежедневного топа попадая в топ 10 за день или за его ты получишь самые редкие предметы ссылочка под видео как и мой промо код с которым пополнять инвентарь будет намного проще дерзайте значит смотрите сегодня мы будем играть за героя а блуд ксюбинг называется она у меня 2 уровня будем играть на хантерах в чем суть этого героя значит смотрите у нее изначально характеристика это 40 удачи и за каждую одну удачу вы будете получать криты будет увеличиваться ваши криты то есть мы будем играть на удачу очень много неразрешенных вопросов на самом деле по данной кастом ки довольно мало какой-то открытой понятной информации вот но мы потихонечку будем стараться вместе с вами ее как-то определять будем вместе разбираться я уже кое-что потихонечку в ней начиная понимать но возможно где-то я могу ошибаться так что если что вы можете всегда написать в комментариях поправить меня как-то и так далее так ну давайте начнем с самого очевидного во-первых хантеры что нам дают хантеры престижен дэмэдж до 60 процентов если у нас будет 6 хантеров но принципе у нас есть две аху двинке также нас интересует удача но пока мы особо в это лезть не будем давайте пройдемся по по порядку первую очередь зоны что такое зона это как отдельный сервак на котором вы играете у каждого сервака у каждой зоны есть свой отдельный рейтинг и соответственно если вы допустим начали на первой зоне играть прокачались там получили какие-то финальные предметы после того как вы зашли на второй сервак на вторую зону на третью и так далее эти предметы эти все прогрессы у вас не переносится мне многие писали в комментариях насчет того что типа зашел прогресса с предыдущего у нас не появилась блин 15 удачи минус 5 процентов крит рейта как будто бы смысла в этом особого нету это черт с ним давайте удачу удачу копим свапнем hunter у нас появилась в рачка мультишоты мультишоты сто процентов но это как будто бы нас не интересует ведь инвестиции это конечно хорошо но при сижен дэмэдж мы резать не хоть не хочется мне ладно пока оставим как есть в принципе 4 зона проходится довольно легко вот но давайте по порядку дальше про зоны вроде сказал насчет уровней сложности вот мы сейчас играем с вами на четвертом уровне сложности без каких-то дополнительных модификаторов и прочего на что это вообще влияет ну понятно что здесь будут намного сильнее крепы намного сложнее это проходить но при этом вы будете соответственно получать бонус за прохождение а бонус этот будет считаться видим дополниток дерево 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 сломать предмет не упал ладно виде качество шмоток которую вы получаете в конце игры и в количестве качество шмоток влияет на уровень точнее сложности влияет на качество шмоток а дополнительные какие-то усиления челленджи и прочее влияет на количество их так что у нас тут есть по предметам в принципе пока ничего интересного есть два hunter давайте их возьмем они будут тратить не будем тратиться оставим все как есть 10 тысяч у нас уже силой героя и кстати вот по силе героя что это у нас такой вот эти вот циферки которые мы наблюдаем слева это грубо говоря просто ваш общий показатель как таковой он как бы на особо ни на что не влияет это совокупность всех ваших характеристиков дополнительных уронов и как мы заметили что он очень хорошо скелиться от вашего максимального количества хп собственно и все но это как не знаем глазу для любителей циферок глазу приятно наблюдать за этим у нас еще есть один hunter а так power в принципе можно взять ложечек после того как мы убьем тысячу юнитов мы получим 12 процентов а так power давайте возьмем а так power собственно что такое у нас а так power это общая сила не сила точнее общий урон именно конкретно вашего героя а дальше у нас тут идет куда он спит но это понятно когда скилов критика у рейд это критые наши которые считаются и на магический и на физический урон дэйсен дэмэдж это экстра дэмэдж который мы можем найти в предметах и это урон который плюсуется к общему урону всех типов урона которые у вас есть у героя то есть это окончательный ваш дэмэдж плюс дополнительный дэмэдж от того который в экстрадем и же идет но по факту приятно его качать чтобы через чтобы вы не играли через присижен через страйк через аркан дэмэдж он в любом случае апает именно ваш конечный урон очень много героев как мы могли заметить мы сейчас выбрали у нас там была возможность выбрать какого-то модификатора а точнее бонуса по данной карте и мы выбрали в вэйв а это на 30 процентов больше юнитов спавнится на данной карте в принципе на начальном этапе ну выбить его выбить хорошо на начальном этапе довольно неплохо смотрится так удача 32 но при сижен дэмэдж режем не хочу не хочу не хочу скорость передвижения тоже не хочется резать думаю не будем но еще один флажок на кдр но пятки тоже не особо хочется вот это вот уже кстати приятненько 10 процентов хп-3 бэйска по регенерации один процент а так power ну за 104 и рим то не наверное не буду оставлю оставлю пока денежку насчет типа урона у нас есть в данной кастом кит три основных типа урона это и страйк дэмэдж а при сижен и аркан потому что это вообще такое и strike дэмэдж это основной физический урон милишников присажешь дэмэдж это физический урон ренджевиков и аркан дэмэдж как мы могли догадаться это урон именно магов магических скил в принципе все очень легко и понятно если у вас допустим вот как у меня через хантеров игра и хантеры это в основном ренджевики то естественно я качаю при сижен дэмэдж и могу при этом резать полностью в ноль аркан дэмэдж и страйк дэмэдж насчет кристаллов так инвестиций 198 это мы кстати возьмем насчет кристаллов а вот меня сейчас 708 кристаллов и как уже показала практика они не собирается в конце вот то что анимация те кто кристаллы остаются на арене они не дропаются вам это просто анимация мы это уже несколько раз проверяли если у вас есть прям какое-то доказательство можете заснять видосик скинуть ссылочку в комментариях и я его в следующем видео озвучу но все что я сейчас озвучиваю это все идет на основе личного опыта всей нашей команде всех ребят с которыми мы играем и вот мы пришли к такому выводу дальше что у нас тут идет кстати еще по характеристикам так в разброс у нас сюда идет вы уж не обижайтесь но все-таки вот спойны разговорный гайдик такой у нас получается хп общая хп понятно хп регенерация постоянная хп регенерация хитрый каври это интересная вещь и особенно для физовиков и для тех у кого много хп за каждый нанесенный урон с определенным процентом максимум естественно может быть что вы будете восстанавливать один процент от вашего базового хп то есть чем у вас в больших хп тем больше будет у вас этот самый хитрый каври защита ну тут понятно защита у ворот и раньше ваших скилов атаки скорость передвижения удача вот удача это уже что-то интересненько на что она влияет удача влияет в основном на даун и strike ритры без хитрый коври манга рековри экстрадемыч давайте возьмем экстрадемыч и без хитрый каври антре у нас в вилке ой точнее у двинке 5 удача влияет на в основном как мы поняли на дроп ваших шмоток на арене то есть шмотки с чего могут тропаться могут ропнуться с крипов некоторых определенных и могут ропнуться с вот таких вот деревов манга вот не сейчас не упала а до этого может вы могли заметить мне выпал предмет в предыдущем раунде деревом и она надо взять новом агуси также возможно я не уверяю точно но возможно а удача влияет на нужных вам героев с нужным типом урона и нужного класса в магазине чем выше удачи тем выше шанс того что выпадет именно то что вам надо соответственно это возможно также работает на предмет если вы хотите на этот счет кто-то добавить волком в корме а мне приходит мирана мирана и что-то с удачей прям вообще какие-то проблемы не падает не падает хочется хорошо дефенс кстати хорошая штука братья не буду еще одного и ручка давайте заберем яша яша хорошая прессижен куда он все в плюсах я думаю мы это оставляем мы это оставляем и самый последний пункт в наших характеристиках это инвестиции а вот тут я даже вам сейчас зачитаем с гайда который писал в нашем нашем телеграм-канале значит что такое у нас инвестиции это ваш инкам первую очередь ну понятно да что такое инкам все мы знаем получение процентного дополнительного количество кристаллов от определенных ситуаций и как мы выяснили работать странно даже если собрать даже если у вас в начале раунда в магазине 1000 кристаллов и вы их потратите в ноль то вы все равно на следующий раунд получите определенный процент от кристаллов которые у вас были в прошлом раунде плюс те кристаллы которые вы собрали в текущем раунде блин я кстати очень много кристаллов пропускаю пока вот это вот с вами общаюсь чуть-чуть сосредоточиться насчет кристаллов еще как вы видите что есть юниты которые послабее падают чуть ли не с одной тычки и есть юниты которые пожирнее их сложнее пробить соответственно чем жирнее юнит тем больше шанс того что вам выпадет не больше шанса тем больше кристаллов с него дропнется так скорость передвижения скорость передвижения мне нравится 19 дефенсом но как бы приятненько давайте возьмем 19 дефонца и выжим насчет цен в магазине и магазина в целом как видите у меня сейчас уровень магазина 5 и вот у сети даже в описании написано что каждые три уровня вашего героя а уровень ваш герой вот месяц 14 пишется в левом нижнем углу каждые три уровня вашего героя выдает плюс 1 уровень к магазину максимальный уровень магазина 11 и уровень магазина влияет на качество предметов героев которые в нем выпадают седьмого уровня начинает выпадать легендарные предметы с восьмого уровня магазина начинает выпадать легендарные герои а сам уровнем героя уже естественно зависит от количества юнитов которых вы убили во время раунда но это логично в общем как то так на самом деле есть у вас есть большое желание получить прям максимально разборчивый максимально точный гайд не разговорный вот такой а именно прям отдельным видео то я думаю можно написать в комментариях к данному видео что ты типа даешь полноценный гайд и я за возьму за его разработку мы разберем абсолютно все вот с этим я уже начали выпадать легендарки не легендарки точнее а как уже не помню нужно пишите коммент ставьте лайк сик им мы займемся за разработку гайда мы там скажем абсолютно обо всем мы расскажем вам про героев разбор ну про сборки наверное будет отдельно как-то но мы определенно точно расскажем вам про босс нас тут босс и пошли расскажем про дополнительные вот эти вот secondary статы расскажем про все что вот я сейчас описал только более подробно более точно будем учитывать абсолютно все какие-то ваши комментарии наблюдения будем все это проверять и все гармонично в каком этом 10-15 15 минут на видосики вам выкатим конечно тут очень много различных механик различных нюансов о которых стоит поговорить если вы прям хотите топчиком быть в данной кастомки но это будет стоить определенных трудов для нас а для вас это тоже будет труд потому что нужно написать комментарий поставить лайк и кстати смотрите мне довольно часто пишут комментариях о том что вот бы стрим по этой кастомки но самое интересное я уже провел четыре или пять стримов по этой кастомки причем у меня успеет раньше то давайте возьмем пишут в комментарии вот быстренько причем я один раз запустил стрим захожу в комментарии и мне человек пишет во время стрима там стрим уже минут 20 вот бы стрим сейчас а стрим идет о чем это говорит о том что вы не видите когда я стартую стримы возможно это можно пофиксить следующим образом вы можете наблюдать под данным видосиком три кнопочки на там лайк дизлайк подписаться и когда вы нажимаете на подписаться там есть колокольчик вы можете прямо сейчас если подписаны нажмите на видите на колокольчик и включите уведомления все потому что youtube почему-то стал резать мои уведомления на главной странице а в основном трафик то главное идет ну и в целом уведомления режет поэтому если вам интересны посмотреть стримы вы можете вот такой вот лайфхак вам четвертый уровень сова как будто бы так довольно простенько проходится нужен магнитик мне нужен магнитик я бы с магнитиком прям вообще топово собирал шмоточки и шмоточки точнее кристаллы так приходится прям впритык ним подбегать как вам вообще кастом к судя конечно по первому видосу который собрал там порядка 70 тысяч просмотров где я вообще еще ничего не понимаю в этой кастом кем вам вроде нравилось но вы скорее всего после этого поиграли в нее сами что-то поняли что-то не поняли и вот интересно ваше непосредственно объективное мнение инвестиции 138 до возьмем давайте наконец-то удача берем удачу слишком мало за 200 монет не хочу это брать кстати бэйс капориген который у меня сейчас в ноль ушел можно в принципе порезайте страйк который мне как бы не нужен давайте мирану мы оставим и возьмем инвестиции так как мы играем сова инвестиции нам нужны вот кстати можете еще в комментариях знаете чем поделиться написать героя которого вы майните потому что вот этот вот герой который сейчас выбрал у меня второго уровня если бы я играл постоянно на нем то у меня был бы он естественно уже там уровня 4 5 я не особо много в нее играю не позволяет мне время но вот сейчас буду стараться побольше не рубиться скорее всего мы даже знаете что сделаем мы устроим прям полноценный какой-то как сказать серию выпусков именно по этой кастом ки потому что в доте как бы в основном сейчас ничего новенького такого интересного не появляется а это кастом к достойного внимания прям на продолжительной основе что если вы за эту идею то поддержите меня как-то подержать можете хотя бы элементарно тем чтобы приходить ко мне на стрим мы продадим забираем мирану снайпер снайпер это хорошо у нас уже пять хантеров буквально дровку найти и будет precision damage плюс 60 процентов это прям кайф скорость передвижения нам нужна ну как будто можно взять инвестиции и взять мирану так ну рандомный мир рандомный предмет сейчас у нас будет мини-босс они стоп это не менее вас просто это та карта на которой тот раунд на который вы должны появляться всей командой всеми все четыре героя на той карте и видите как плохо без магнитика у меня очень много кристаллов остается просто валяться а магнит кстати магнит это еще одно доказательство того что приставы автоматически не собирается в конце раунда потому что как бы толку тогда от этого предмета абсолютно никакого нет если можно просто побегать по убивать героев и не обязательно чтобы они притягиваются магнит увеличивает радиус притягивания тех самых кристаллов так сейчас будет деревом возможно с дерева нам дроп не со шмотком туда же 2 держать посмотрим а то шмотка есть вот шмотки точно появляется шмотки собирается определен точно вот еще специально не буду поднимать то которая у меня упала снизу больше побольше побольше и меня все должно быть две шмотки ухты ничоси за каждую одну жизнь мы получаем 16 процентов а так power до 340 можно продать ну 16 процентов а так power принципе как будто вы меня сейчас не особо интересует я продам куда он спит и страйк риты тоже продам не надо а вот допустим взять две медузы это прекрасно так вот это мы оставим мультишот 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 давайте тоже оставим а так power 30 процентов это много два снайпера мазь на это уже смысла нету медуза на из скорость передвижения давайте оставим в кастомку кстати завезли русскую локализацию но она работает еще немного кривовато собственно поэтому я до сих пор играю на английской версии как-то даже привычный мне уже да и наверное в ответ на какой-нибудь потенциальный комментарий обруски уже есть ты на английском мне нравится так успит приятная вещь с муспидом смотрите я просто летаю по карте мне кстати ребята которые со мной записывают видосики говорили что там кто-то разгонял 700 мув спида это прям жестко так сюда тут много дропнется дерево 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 предмет нету предметом предметы кстати падают как с деревьев так и есть некоторые крип и гоблин вроде называется друзья пока в игре небольшое затишье я хочу вам порекомендовать наш официальный магазин игр имбошоп здесь у вас есть шанс забрать себе крутые новинки по цене капучино в кафешке например кс-2 prime status или же раз всего за 179 рублей новый ассасин крит мираж всего за 399 рублей киберпанк 2077 за 199 рублей и много других как новых так и старых проектов ждут вас на ибо по ссылке под видео а теперь продолжим играть precision дэмэдж муспит не хочу муспит резать я его разгоняю для чего о 60 удачи конечно порезали скорость ну ладно как будто бы не страшно можно скорость вернуть а вот собственно и дровка и 6 hunter смотрим на наш precision дэмэдж 105 процентов кошмар а 60 удачи но минус 26 процентов то в принципе можно будет взять я думаю это не страшно а еще одну жизнь подожди а я взял этот предмет который дает нет я его не взял можно не забирать жизнь меня в принципе не так уж и нужна еще один снайпер я хочу в 5 разогнать вот этих вот и на дровку уже использовать но кстати тоже можно еще скорости магнитик магнитик не приходит это печально магнитиком было бы прям вообще шик блеск приходится прям подбегать к ним ой-ой-ой попался под разбег как будто бы не страшно 18000 хп 240 общая сила вполне легко справляемся на четвертом раунде хитрый кавари надо надо хитрый кавари поднять регена у меня как будто бы вообще нету это печально на боссе это будет прям неприятно ну зацепил такой вернуться мангусик у меня и дефанса вроде там не особо много очень много пропустил кристаллов вот удача ребят чекайте все что мне надо дровка снайпер снайпер одну берем медузу вот только я бы еще найти на next round 300 300 тысяч но это немного на самом деле это прям очень немного мы вот на стриме вчера я кстати вот тоже за хантеров играл и на стриме у нас было миллион шестьсот ну и это немного даже ребята тут уже сумасшедшие разгоняет себе статы ну точнее вот это вот общую силу ну как будто бы нам этого хватает то что у нас сейчас есть инвестиции у нас вроде многовато не многовато а так прилично так что денежек должно будет хватить на все что нам потребуется тут много кристаллов надо постараться а собирать все хоть прям в толпу залетим и вот смотрите сверху толпа появляется мы сразу сюда переходим вот еще и возможно успеем предмет выпить отлично предмет получили забрать вышку не успели предмет рандомная защита да давайте возьмем медуза еще одна медуза кошмар давайте возьмем удачу возьмем скорость медуза нам уже не нужна еще экстра дэмэдж и удача а и скорость круто нем у нас быть хитрик аври 20 процентов но маловато давайте еще раз крутанем престижен дэмэс 35 процентов ты это прям приятном тем на следующий раунте возьмем 500 м с а двигаемся нам знаете что надо разогнать немножечко наши общие хп потому что все таки от максимального количества хп у нас хитрик аври работает ответственно чем он больше тем больше мы будем регениться я думаю что в последние три раунда стоит обратить на это внимание а по грябал грябал из не ошибаюсь дает опыт мангусек ничего не выпало добавили кстати буквально сегодня нового грябал вот это вот есть грябал из которых падают шмотки шансом а из грябал из которых падает опыт так дерево дерево шмотку шмотку отлично шмотка есть о отлично то что нам надо забрали 30000 хп и strike продаем это нас не интересует престижен дэмэс берем 42 давайте посмотрим и 3 а у всех об это лично дефенс минус 20 до него наверное не буду брать урона мне хватает мне надо 18 раунд не особо интересует нас этот предмет а вот дровка прекрасно удача 54 режем аркан дэмэдж еще одна дровка еще одна удача нормально 623 тысячи это я хп-шку взял все пять процентов башка очень сильно скелет она наверно перемещаться прям по всей карте стараться бегать так вижу дерево бегу за деревом и вода предмет не давал предмет ладно не страшно как же много кристальков вот один магнитик я был просто в два раза больше уже собирал бы бегаю тупо за кристаллами крипы тут приятные крипы сами за тобой бегают давай больше 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 все кристаллы нужны все последние раунды надо прям максимально запаться 1000 кристаллов 984 1200 дровку 5 берем все все full 5 так 54 удачи 60 удачи раньше мы брать не будем атак power отлично каждые пять процентов дэмэдж это каждый пять дэмэджа две арканы 2 процента аркана это нас не интересует критиков хит до функционами шанс получить пять кристаллов неинтересно удаун экстрому спин дэфэнс кп нет это все мне не надо 170 24 а 38 48 60 к крит меня кстати вчера водка но это понятно 1000 до умножаем на 1000 меня вчера криты были пятизначные красненькие там сто двадцать одиннадцать в 12 тысяч 11 к умножаем на 1000 это много наверное ну как для этого раунда хочу выйти в миллион общей силы и чисто так чтоб циферкам приятно было для этого в принципе мне достаточно разогнать хапешку вот еще одна вот эта вот прекрасная жопка луны вроде с не ошибаюсь там на иконке и я думаю что кляму мы подойдем 970 удача блин бэйс хитрик аварим сколько у нас хитрик аваре 20 процентов минус пять будет не стоит она там а так power забираем а так power забираем послушайте мне тупо одни хантеры падают вот это хорошо про 2000 на аркану идет а у нас 20 раунд извините тут всем на всем не хватит ни на что я про втыкал что у нас 20 раунд не разгонимся получать миллион и дешевая шмотка мне не дроп нецам она погнали пофиг 920 тысяч но почти лям с у нас босс 100 до во время добавили до этого не было времени скорость передвижения она к нам в принципе почти даже не подходит даже не наоралом можно уворачиваться деревом ну как будто бы слова справляемся посмотрим сколько наград вообще кстати дают засова ванна через 60 миллионов у нас с неуязвимы да но так вот к стоит она становится неуязвима блин замедление вот это по 20 миллионов буквально еще чуть-чуть всем изи изи слова прошли что мне дали талантного эрку когда минус 25 процентов даже легендарки поле прекрасно ну что друзья я напоминаю что в телеграм канале все что я вам рассказывал есть сжато четко и по делу в посылочки под видео заходите подписывайтесь если хотите там будет вся текущая информация пока станки которые мы получаем делиться будем вместе с вами вот но не забывайте писать комментарии поставить лайк на это видео чтобы не пропускать новые а мы увидимся уже совсем скоро пока пока